Здравствуйте! Это новости на телеканале Хабар и смотрите в этом выпуске. По яснению сотрудников КПО, у них был сбой электроэнергии, поэтому у них подлетела компрессорная. Компрессор, который закачивает газ обратно. И у них пошел непроизвольный выход газа. Клоуны придут в больницы. В Казахстане поднимать настроение больным детям будут специально обученные волонтеры в красочных костюмах. Первый железнодорожный состав отправлен из Казахстана в Иран по новому кратчайшему маршруту через Туркменистан. Долгожданную магистраль в торжественной обстановке открытия открыли лидеры сразу трех государств. Нурсултан Назарбаев, Гурбангол Абердмухамедов и Хасан Рухани стали первыми пассажирами, которым довелось проехать по новой ветке. Возможности и перспективы транснационального коридора изучал и наш корреспондент Артем Истомин. От казахстанского Узеня до иранского Горгана вот по этой железной дороге чуть больше 900 километров. И это самый кратчайший наземный маршрут, который свяжет нашу республику с многомиллионными рынками стран Ближнего Востока. Говорят, что бизнесмены уже выстраиваются в очередь, чтобы отправить свои товары именно по этой железной дороге. Проект без преувеличения очень выгодный и мега перспективный. Исторические кадры Нурсултан Назарбаев, Гурбанголы Бердмухамедов и Хасан Рухани своими руками осуществляют стыковку рельс на финальном участке железнодорожной магистрали Узень-Берекет-Гурган. Этого дня ждали почти семь лет. Осуществлению проекта сначала мешали санкции против Тегерана со стороны Запада, затем возникли сложности при строительстве туркменского участка. Сегодня все проблемы решены. Дорога открыта. Казахстанско-туркменский участок этой железной дороги был сдан в эксплуатацию в прошлом году. С точки зрения своей эффективности новая магистраль полностью оправдала наши надежды. Грузоперевозки между нашими странами за короткое время увеличились на 40%. Мы принимаем участие в открытии туркмена-иранского участка транснациональной железной дороги. Отныне транспортные сети Центральной Азии, Ближнего Востока и Европы будут связаны через единый узел. Общая протяженность новой магистрали 928 километров. Железная дорога берет свое начало от казахстанского узеня, проходит через туркменские станции Кызылкая-Берекет-Этрек и далее ведет в столицу иранской провинции Гулистан, город Горган. Далее самое интересное. Прямой выход на порт Бендарабас в Персидском заливе. А это уже совершенно новые рынки и возможности. Наши народы просят нас и требуют от нас подготовить необходимую почву, чтобы отношения между нашими странами достигли самого высокого уровня. Людям необходимо свободно передвигаться между странами, и чтобы их товары легче поступали на наши рынки. Через эту магистраль открывается кратчайший путь к мировым рынкам. С одной стороны это выход на Ближний Восток, с другой в Балтийский регион, Европу и третья через Казахстан в Китай. Новый транспортный коридор открывает поистине уникальные возможности для транзитного потенциала Казахстана. Европейские страны теперь смогут более эффективно торговать с Ираном и другими ближневосточными государствами. Кроме того, через магистраль Жизказган-Бейнео открывается прямой путь в Китай. Лидеры трех стран сегодня много говорили о сотрудничестве и перспективах, которые появились с открытием нового пути. Как известно, является очень благим делом строительство дороги, строительство мостов. Это сказано в нашем хоране. И мы, три президента, сделали большое дело для наших народов. Во-первых, возле железных дорог всегда процветает жизнь, люди находят работу, развивается собственная страна. Во-вторых, развивается торговля между тремя странами. В-третьих, развивается транзит во все другие страны мира. То есть мы фактически создали новый шелковый путь через наши три страны, Казахстан, Китай, до Тихого океана. Грузоперевозки по новой транспортной артерии могут достигать 10 миллионов тонн в год. Запуск железной дороги уже назвали новой вехой в отношениях трех стран. Пожалуй, впервые Астана, Ашхабад и Тегеран смогли вместе реализовать такой крупный и значимый экономический проект, в очередной раз показав всему миру, что центр мировой торговли и производства постепенно смещается именно в Азию. Артем Истомин, Едли Ермекбаев, Алмасу Маргалеев и Руслан Жакеев. Туркменистан. Иран. Продолжаем выпуск. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что шесть боевиков, ранее заблокированных в доме печанье в Грозном, уничтожены. Сейчас операция вступает в завершающую фазу. Напомню, сегодня ночью в столице Чеченской республики прогремел взрыв, после которого началась перестрелка. По сообщениям информагентства, боевики, переодетые в форму полицейских, прибыли в Грозное из села Шалажи у Русмартановского района на трех угнанных автомобилях такси. Сотрудники ГИБДД попытались остановить одну из машин, в результате чего завязалась перестрелка. Члены бандформирования укрылись в доме печати и были блокированы. В городе введен режим контртеррористической операции. По имеющейся информации, пострадавших среди мирного населения нет. Премьер-министр Швеции Стефан Левен объявил о проведении досрочных парламентских выборов. Они пройдут 22 марта следующего года. На такой шаг глава Кабмина пошел после того, как парламент отклонил бюджет, предложенный его левоцентристским правительством. Как отмечают эксперты, обычно голосование по бюджету в Швеции формальность, однако в этот раз кризис был вызван позицией ультраправо-демократической партии. Она заблокировала бюджет и заявила, что не пропустит его, пока правительство не ужесточит политику в области предоставления убежища. По данным миграционных служб, еженедельно за статусом беженца обращаются около 2000 человек. Отмечу, это будут первые досрочные выборы в Швеции за более чем полвека. Массовое отравление людей расследуют в Западном Казахстане. Этот случай произошел еще в ноябре в поселке Березовка. Здесь спецпрокуроры выявили признаки выброса в атмосферу загрязняющих веществ, причинивших вред здоровью жителей. По данному факту возбудили уголовное дело. Напомним, к врачам обратились около 40 человек, большинство из которых дети. Все жаловались на головную боль и слабость. Тогда были госпитализированы пятеро детей, они до сих пор находятся в больнице. Поселок расположен вблизи Карачаганакского газового месторождения, которое разрабатывает компания КПО. Как выяснило следствие, на месторождении было допущено 5 выбросов сероводорода с нарушением предельно допустимых норм. Почему станции экологического контроля не зафиксировали эти выбросы и не оповестили об этом население на этот вопрос, в ближайшее время ответит следствие. А пока здесь исследуется почва, воздух, вода и растительность. По пояснению сотрудников КПО, у них был сбой электроэнергии, поэтому у них подлетела компрессорная компрессора, который закачивает газ обратно. И у них произошел непроизвольный выход газа, который они отправили на обжиг, то есть это сжигает. Будет установлена вина конкретных людей, как должностных лиц, так и не должностных лиц. В связи с этим будет установлена форма ответственности как самого юридического лица Карачаганака полностью, так и его физических лиц. Представители НПО и исполнительные власти в Кустанайской области собрались вместе с инвалидами, чтобы вместе обсудить проблемы реабилитации и социализации людей с ограниченными возможностями. О том, насколько эффективным получился диалог для тех, кому помощь особенно нужна, выяснял Игорь Нидерер. Никто не поймет колясочника так же, как другой, полагают они сами. Именно поэтому полгода назад у главы региона появился новый советник. В управлении координатами, в управлении внутренней политики и другие управления, мы тесно сотрудничаем. У нас есть лоты, которые реализуют наше общественное объединение. В области реализуются десятки проектов социального партнерства. Один из них, представленный общественным объединением перекресток, занял третье место по республике. Вместе с тем, в числе трудоустроенных инвалидов за последнее время, лишь десятки из примерно 26 тысяч тех, кому социализация остро необходима. Четверть из них не имеет работы. Все программы, которые у нас ведутся, как вот, запланированы государством, они хорошие программы, но они не будут иметь результат до тех пор, пока мы не создадим условия по доступу нашей инфраструктуры, городов, сел. В первую очередь, это доступность общественного транспорта. Конечно, по посланию президента, это воссоздание доступной инфраструктуры, в первую очередь. В Костанайской области проблемами людей с ограниченными возможностями занимается 20 неправительственных организаций. Но обеспечить равные права, говорят сами инвалиды, значит обеспечить также равный доступ к объектам культуры и спорта. А спорт клуба для колясочников как не было, так и нет. Это для того, чтобы у нас развивать паралимпийские виды игры. И у нас есть сейчас участники, даже в нашей регионе, в Костанайской области, у нас 4 участников, которые участвуют на паралимпийские игры. Сейчас показ сделаем там, надо выработать стандарт какой-то. Потом, естественно, в городе мы определим какой-то спортзал, который можно было бы тоже, как бы, считать центром. Потом уже будем с каждым разом увеличивать, увеличивать. Сейчас в рамках встреч в областном центре стартовала тренинговая программа по обучению представителей НПО современным методам реабилитации. Игорь Нидерер и Сергей Трахтенберг, Костанай. На международной конференции в Караганде говорили о силе духа. Медики из разных стран обсуждали, как позитивное состояние влияет на выздоровление смертельно больных людей. Ученые доказали, что при положительном внутреннем настрое организм начинает вырабатывать гормоны здоровья и счастья. Лечить нужно не только тело, но и душу, поэтому врачи должны быть духовно ориентированы. К такому выводу пришли на конференции. В Казахстане создается республиканская школа от волонтерства к профессии. Теперь с онкобольными детьми будут заниматься больничные клоуны. Молодые люди в возрасте от 23 лет проходят специальное обучение в Национальном научном центре материнства и детства. Они должны иметь творческое образование и опыт работы с детьми от одного года. Дети очень легко идут на контакт, у них появляется интерес к жизни. Это наша самая главная задача, задача больничного клоуна, это поддержать маленьких пациентов, которые находятся на длительном лечении и просто быть им хорошим другом. Важно человеку дать надежду, то есть не хоронить его заранее, потому что мы не боги, мы не все знаем про человека. Мы не знаем, может быть, какие-то внутренние резервы есть, которые он может включить и которые помогут ему прожить дольше, а может быть даже исцелиться. В октаву прошел турнир по смешанным боям. Перед выступлением профессиональных полуанов на татами вышли воспитанники военно-патриотических клубов. Ребята продемонстрировали свое умение обращаться с оружием, строевую подготовку и специальные навыки. Такими мероприятиями признались организаторы, они хотят привлечь молодежь к военно-патриотическому воспитанию. Наших молодых людей именно направить на военно-патриотическое воспитание молодежи, чтобы поднять имя из защитника Отечества. Чтобы все видели и знали, что не только действующие военнослужащие могут выполнять свои приемы с оружием с автоматом, а также и наши воспитанники клуба. Все новости на сайте хабар.кз. До свидания.